Высокогорный молодежный форум Махар-2022 впервые стал площадкой для проведения Всероссийского конкурса молодежных проектов. Большинство заявленных проектов направлены на развитие студенческого туризма, творческих инициатив. Также для всех участников подготовлена образовательная программа с активным досугом. О том, как живут участники самого высокогорного форума и в каком формате будет проходить защита проектов, узнавал Алихан Лепшоков. Высокогорный молодежный форум Махар-2022 в этом году собрал более 100 участников из различных регионов Северного Кавказа и Южного Федерального округа. Впервые здесь будет проходить Всероссийский конкурс защиты молодежных проектов. Насыщенная образовательная программа проходит по направлениям как студенческий туризм, креативной индустрии, молодежная политика и проектный менеджмент. Эксперты, которые являются представителями Росмолодежи на образовательных лекциях, подробно рассказали всем участникам форума о тех сферах деятельности, где молодые люди смогут реализовать свои идеи. По словам дирекции форума, большая часть молодых ребят приехали сюда уже со своими проектами и готовы их презентовать. Направлений номинаций 15, они все стандартные для Федерального агентства по делам молодежи. И вот если у нас, грубо говоря, 100 участников, из них почти половина приехали с проектами. То есть, если мы сравним это с другими грантовыми площадками, мы считаем, что это достаточно высокий показатель в процентном соотношении поданных проектов. И в этом году у нас был большой конкурс на участие в форуме. Более 300 заявок поступило от желающих принять участие. Помимо образовательных площадок на форуме «Махар-2022» очень хорошо налажен активный досуг, различные спортивные игры и туристические походы на нарзанные источники и по живописнейшим местам ущелья «Махар». В эти жаркие летние дни участники форума активно посещают айрон-бар, где могут попробовать традиционный утоляющий жажду напиток айрон. Для участия Всероссийского грантового конкурса молодые люди активно готовятся, консультируясь у экспертов. Сегодня мы с ребятами обсуждали публичную защиту. Я рассказал им секреты, которые им помогут подготовиться к этой защите, чтобы они в течение трех минут могли максимально эффективно рассказать о своем проекте, чтобы мы, как эксперты, смогли его оценить, узнать самые сильные и самые интересные места этого проекта. Вообще очень много проектов в сфере туризма. Сейчас молодежь очень сильно ориентирована на развитие именно досуговой формы деятельности. Молодежный туризм, он вообще как явление в России только-только развивается. Форум «Махар» с каждым годом преображается, и эти места нас очень привлекают, отмечают участники. Здесь есть все условия для получения не только полезных знаний, но и для приобретения новых друзей, знакомства с историей Карачаева-Черкесии. Важно отметить, что форум «Махар-2022» проходит в рамках празднования 100-летия республики. У меня с моим двоюродным братом есть проект по обустройству спортивного комплекса, постройки спортивного комплекса, где будут играть в футбол в нашем селе родном. Организованность на высшем уровне, за это похвала это реально на уровне сделано. Так-то я не на многих форумах был, это мой второй такой крупный форум на уровне. Дома, скорее всего, нет таких форумов, где было бы так много именно традиций, жизнь в горах, атмосфера, люди другие, другой менталитет. И это очень прекрасно, поэтому мне очень сильно нравится «Махар». Победители конкурса смогут получить хорошую грантовую поддержку для реализации своих идей и унести с собой новые знакомства и яркие впечатления от форума. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Махар.